Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, у меня в гостях Виктор Зубик, человек, который помогает мне реализовывать проект, если вы следите, слышали. Борьба облигаций федерального займа и недвижимости, и Виктор, его команда помогли подобрать недвижимость для покупки. Спасибо огромное. Виктор хотел задать такой вопрос, да, как бы абсолютно все люди, да, они делятся на две категории. Одни говорят, что сумасшедшие люди, не может стоить квартира там 3-4 ежемесячных дохода среднедушевого, да, это не только Москвы касается, в принципе регионов, да. То есть если посмотреть на то, сколько стоит сейчас недвижимость, там квадратный метр где-то от 3 до 5, наверное, но если в элитку заходить до 6 средних доходов по региону, да, это дорого, это много, это нереально, это глупость. Лучше арендовать, что скажешь, как человек, который в этой теме, какую доходность ты ожидаешь от рынка недвижимости в следующие, может быть, 5-10 лет? Что посоветуюсь людям, которые рассматривают для себя покупку недвижимости, стоит это делать или нет? Максим, привет. Давай так, может ли квартиру стоить так дорого, да, 20-30 миллионов и все остальное? Я считаю, что это манипуляция цифрами в большей степени. А может ли стоить BMW X6M 23 миллиона? Ну, наверное, может, но его может позволить очень маленькое количество людей в России. И когда люди берут стоимость квартиры, новые недвижимости в большей степени, однушка в бизнес-классе сейчас 20-25-30 миллионов рублей, и не все живут в ЖК-бизнес-классах, потому что если мы возьмем, не знаю, обычную хрущевку или старый фонд, даже в Москве внутри МКАДа, где-нибудь в Бирюлево, Восточном или Западном, то, я думаю, за 8,5 миллионов рублей можно пойти и купить квартиру. Там еще и метро будет развиваться, район развивается, и более-менее он зеленый, людей он там устраивает. То есть ты идешь, покупаешь Ладу Гранта, ты покупаешь бушного китайца, нового китайца, там, с точки зрения, как бы, автомобилей. Я лично считаю, что недвижимость сейчас стоит столько, сколько люди за нее готовы платить. И я ориентируюсь не по рынку, конечно же, застройщиков, по рынку вторичному, да, потому что, к сожалению, люди покупают очень много всякого неликвида сейчас за, там, большие деньги. И потому что им пришло, там, 10 миллионов, они их заработали, 15, потому что у них была какая-то, ну, извините, халупа, да, вот они ее продали на вторичном, пошли, купили другую халупу и без какой-либо экспертизы. Тут есть очень много, как бы, нюансов, с точки зрения всего, как бы, рынка недвижимости. Базово я считаю, что, там, 90-95% рынка недвижимости непригодны для инвестиций. Были ситуации, я в твоем видео в прошлом год назад рассказывал, как люди, там, банкротились у ФСК, там, по Сидней Сити. Сейчас будут похожие ситуации, расскажу, вот, как раз, вот, про 20% ставки. Вторая история по поводу доходности, да. Я, наверное, считаю, что если человек хочет купить и перепродать недвижимость в ближайший год, то он получит отрицательную доходность, либо, там, ну, типа, 5%, потому что ты же отдал деньги за подбор, отдал деньги за продажу, да, ты владел этим объектом недвижимости. И в короткой, вот, спекуляционной истории мы видим коррекцию, и вот мы тебе подбирали объект недвижимости, в целом разница у застройщика июнь-июль составила в районе миллиона. На сайте это не было видно, потому что они, там, типа, с 15500 снизили где-то, там, до 15, и дали еще, там, трехпроцентный промокод, там, внутри рынка, те, кто знает, и, соответственно, может было еще, там, получить, там, 450 тысяч, как бы, скидку, да, и мы-то получили, там, в среднем, типа, около миллиона рублей. Вот, типа, такая коррекция. Кто-то, вот, банально мог месяц назад купить эту же квартиру в этом доме за 15500, да, это и купил, там, типа, за 14 с половиной миллионов. Ты же, говоришь, можешь выйти с этого актива, ты же не покупал его, чтобы выйти через год, да, или заспекулировать, там, через какой-то, там, определенный момент. Если мы говорим про доходность от аренды, то доходность от аренды, как я всегда повторял, это 6-7%, потому что аренда выросла, средняя цена даже пиковской однушки, это около 100 тысяч рублей. Мы приходим к этой цифре, там, 80-90, но большая, хорошая, если берем, там, 40-45 метров и давай с нормальным ремонтом, там, с мебелью квартира, это 100 тысяч рублей в месяц в Москве. При этом в панельках та же квартиру ты можешь найти в старом фонде за 40, там, 45, ну, 50. То есть она была, там, 30, сейчас 45-50 тысяч. Вот те, кто люди, там, снимали или старфон, ну, там осталась такая же аренда, ну, чуть-чуть она подросла. И стоимость квартир в старом фонде сильно не выросла. То есть есть определенные запросы, тренд, там, на проживание в новом жилье, с инфраструктурой и прочих моментах. Основной риск текущего рынка недвижимости, это как раз 20% ипотек. Сейчас застройщики говорят, уважаемый инвестор, заходи в наше казино, мы разрешаем тебе сыграть и заработать 100% годовых. Например, есть какая-нибудь студия. 12 миллионов стоит студия у застройщика без отделки. Комфорт классный. Я как эксперт. Я на это смотрю, что правильная цена рыночная на строящемся объекте была бы миллионов 10 по нему. То есть, как бы, потому что рыночная цена этого актива, готового на текущий момент, ну, типа 11-12. То есть, по факту, застройщик продает по цене вторички. Всего лишь 20% взнос. И дальше, там, кто-то предлагает 50 тысяч в месяц платеж, рассрочки на 2-3 года, и ты тело долго гасишь, никаких процентов. Либо вообще тебе дают траншевую ипотеку. Тебе сразу оформляют кредит на 21-22%. Страховку тебе продадут за 1100-1150. И они так зазывают в свою лотерею, в свою лавку. Человек идет, и, конечно же, он только смотрит на рынок. Блин, ничего не купить, а тут 3 года отсрочки, или 2 года отсрочки, или я чуть плачу. Но проблема в том, что он заранее покупает объект, который стоит 10, он его покупает за 12. И здесь два варианта. Если рынок и инфляция будет высокая, да, то, скорее всего, возможно, эта студия с 12 подрастет до 14 или 15 миллионов рублей к моменту сдачи дома. И этот человек успешно ее выйдет, продаст на ключах. У застройщика она будет 15, он поставит 14 миллионов. Красота! 2 миллиона вложил, 2 миллиона заработал на недвижимость в течение двух лет. А что, если вторичный рынок начнет корректироваться, да, и спрос на вторичном рынке будет значительно ниже, и реальная стоимость этой студии будет составлять у него в районе 10-11 или тех же 12 миллионов рублей на момент сдачи. Он же еще потом ее будет продавать, и он заплатит 2-3% риелтору за продажу. И, скорее всего, он не сможет ее до ключей продать, и еще какое-то время он поплатит высокую ипотеку. То есть он может еще миллион потерять. И туда зазывают сейчас всех, и все эти рыночные дорогие ипотеки. Если еще такой актив с отделкой, то человек скажет, ну слушайте, ну ладно, я могу рефинансировать, буду сдавать эту квартиру, в целом все нормально. Но когда она без отделки, я не думаю, что ремонт студии в 27-м году или в 26-м будет стоить с мебелью меньше, чем 3 миллиона рублей. Смотри, для меня что важно, да, то есть если у нас идет битва, то в битве есть победители, есть проигравшие. Что я могу сказать? Вот лично у меня, да, то есть по определенным расчетам, то есть то, что я получаю прямо сейчас. В рамках покупки недвижимости, да, ну первое, это не показательно, потому что все-таки у нас семейная ипотека идет, да, мы под это получилось, ставка 6%. Ежемесячный платеж по ипотеке там в районе 70 тысяч по ипотеке, и порядка 5 тысяч, страховка на кругу там на 1060 выходит. Ежемесячный платеж 75, причем ипотека на 30 лет. Переплата там минимум раза в полтора, наверное, больше. По облигациям ситуация следующая. 3 миллиона 200 равна первоначальному взносу по ипотеке. 3 миллиона 200 сформирован портфель облигационный, который несет денежный поток в районе 55 тысяч рублей в месяц. Просто который можно реинвестировать. Это облигации федерального займа, да, то есть это на индивидуальном инвестиционном счете, да, который там налоги можно пренебречь, потому что они там не взымаются. Моя гипотеза основана на том, что я говорю инвестиции, это покупка будущих денежных потоков. И если мы говорим про недвижимость, какой денежный поток я купил при прочих равных условиях, да, то есть если сдавать ее за 80 тысяч, то есть я ее выкупаю, получается я вкладываю 14 миллионов 600 квартир, убираем ипотеку вообще. Есть просто объект инвестиций. То есть я покупаю квартиру 14 600 раз. Миллион рублей надо будет туда вложить в мобилировку и технику. То есть 15 600 и эту квартиру я буду сдавать за... Миллион в год. То есть можно миллион разделить на 15 600, это получится рентная доходность. 6-7%. С 3 миллионов 200 я получаю 55 тысяч. В 5 раз больше это получается 5 на 5 250. То есть в случае, если у меня прямо сейчас есть 15-16 миллионов рублей, в облигациях я могу получить денежный поток в месяц в районе 220 тысяч рублей, в недвижимости могу получить денежный поток в размере 80-90 тысяч рублей. 220 делим на 80-90, получаем там в 2-3 раза больше. При этом та же самая сумма, да, из-за того, что процентная ставка высокая, облигации сейчас торгуются меньше номинала. Если говорить, что Центральный банк снизит процентную ставку в следующих 3 лет на 8%, совокупный прирост будет плюс 1. То есть 15 плюс 15. Всего за 3 года будет еще 15 миллионов, то есть 30 миллионов. Получается, что при прочих равных условиях у меня квартира должна за 3 года вырасти, то есть обеспечить прибыль, те же самые 15 миллионов. Получаем рентная доходность 3 миллиона. Да, еще на 12 миллионов. Это получается на 12 миллионов, да. Мы пришли к вот этой цифре 12 миллионов. Считаешь ли ты, что за это время, за 3 года, не вырастет, конечно. Да и в целом, когда ты говоришь, типа вот пойти купить за наличные, пиковскую однушку за 14 600 сейчас, это самая глупая затея. Что нужно сделать с недвижимостью, чтобы получить сопоставимый доход в обувликациях? Только через гибридную стратегию. Ну, то есть условно, когда ты не всю сумму вносишь, объект строится, и у него есть потенциал роста стоимости этого объекта, и часть денег может лежать, не знаю, на самом деле. Давай в процентном соотношении посчитаем. То есть у нас получается, что 15 плюс 3 – 18, то есть 12 миллионов за 3 года нужно заработать. То есть наши собственные деньги, 15 миллионов должны нам в среднем приносить 4 миллиона рублей в год. Вот я объясню, смотри, если ко мне бы пришел к нам в компанию, пришел человек и говорит, смотрите, вот у меня есть 15 миллионов рублей, я хочу получать ежемесячный доход, условно 150 в месяц получать. Например, может быть вообще решением покупки коммерческого помещения в Новой Москве, в развивающихся районах, в сторону Троицкой, там, где вообще нет никакой инфраструктуры. И там застраивается микрогород на 3 миллиона квадратных метров. И там метро только построят, там, 30-33 год, да? А людям нужны магазины, инфраструктура, барбершопы и прочие-прочие моменты. И можно пойти купить сейчас за 15 миллионов рублей, 67 метров, не нужно вкладывать ни в ремонт, ни в куда, и по факту там будет высокая арендная ставка. И, скорее всего, он эти, там, 60-70 метров будет сдавать на уровне 150 тысяч рублей в месяц. И еще само помещение подрастет в стоимости, когда весь район застроен. Когда человек приходит и говорит, смотрите, у меня есть 2-3 миллиона рублей, хочу, типа, купить недвижимость, и я хочу, чтобы у меня был актив, потому что у меня в портфеле нету недвижимости. И мы смотрим, например, семейная ипотека у тебя. О, супер, да? Тогда давайте смотреть объект, да, который можно купить в семейную ипотеку, и, скорее всего, именно с пропорцией 3 плюс 12, да? Ну, может быть, там, 5 плюс 12, в какой-то такой небольшой пропорции. То есть мы не идем, типа, в историю, а давайте купим объект 12 плюс 12, да? То есть условно... Ну, 12 плюс 12 не получится по семейной ипотеке. Не-не, я имею в 12 взнос и 12 семейной ипотеки. Ну, то есть человек же может 50 на 50, как бы, там, взнос. То есть это тоже будет довольно плохая, там, ну, назовем это, инвестиция. То есть здесь нужно найти от конечной цели. Можно ли обогнать доходность, там, вот ты же в облигациях просчитал, ты примерно понимаешь, там, выход, да? На мой взгляд, недвижимость, сейчас это сложно. То есть недвижимость сейчас покупается минимум 5-летним циклом, да? И 5-летние циклы я вижу, потому что, когда мы покупаем ипотек в строительстве, он достраивается, развивается инфраструктура, город что-то вкладывает туда, то есть в каких-то определенных точках, объект какое-то время сдается, и потом можно из него выйти. В том числе не нужно, как бы, платить налоги. Базово, наверное, в идеальной раскладе это можно сделать примерно 18 годовых с ипотечным все равно плечом в течение 5 лет. В моем примере, да, получается, я покупаю квартиру 100% за свои деньги, не использую заемный капитал. Ты говоришь, что можно использовать ипотеку, но в моей ситуации квартира покупается, ипотека семейная. Мы бы другую покупали бы, в этом вся суть. То есть, условно, не этот объект, который, то есть так как у тебя семейная ипотека и запрос, как можно быстрее сдавать и получать доход, да, то мы, например, смотрели пик, там, условно, Матвеевский парк, потому что это единственно самый выгодный объект относительно запроса. То есть запрос 3 миллиона, семейная ипотека, квартира с отделкой, развивающийся район, высокая арендная ставка, рядом метро. Когда ты, например, сказал бы, а я хочу альтернативы ОФЗ в моем случае. Гриш, вот у меня есть вот типа 15 миллионов рублей, но хочу жилую недвижимость. Если брать того же пика, я пошел бы и сказал бы, давай купим тебе Амурский парк, потому что в Амурском парке можно купить за 12 миллионов однокомнатную квартиру, а не за 15. И, скорее всего, там, ее там стоимость, что там аренду дохода, можно будет в течение там 5 лет заработать 7-8 миллионов рублей, ну, как бы общего дохода. То есть аренда, рост актива, стоимости. То есть мы чуть больше, как бы, там, можем заработать. Если, например, за наличие хотел бы. Вообще, может быть, я подумал, сказал бы, я хочу заработать вот именно просто на недвижимости. Нет разницы, на какое у меня есть деньги. Я бы сказал, офисы покупаю. Сейчас тренд на офисы А плюс класса, их не хватает. Я недавно брал в районе Римской, 75 метров, мы взяли 26 миллионов офис, при этом первый взнос 2 600. Следующий у меня платеж через год, 5 миллионов рублей. И потом по полтора миллиона в квартал. При этом часть денег можно использовать там на депозите. И, скорее всего, этот офис, мы, типа, продадим, там, вот он где-то как раз в 28-м году мы из него будем ходить, 40-50 миллионов. При этом, если мы захотим этот офис давать, то сам по себе офис будет обеспечивать 250-300 тысяч рублей в месяц дохода на вложенные 26 миллионов с высокой стоимостью актива. И при этом мы кусочками платили. Я всегда говорю, вообще нужна ли вам недвижимость в портфеле? Потому что, возможно, когда вот ты пришел бы с таким запросом, мы можем людей отговорить вообще от недвижимости. Не всем нужна недвижимость. То есть, возможно, кому-то выгоднее действительно поддержать на фонде ликвидности, на УФЗшках, на еще что-то, да? Здесь есть как бы много тонкостей, как и в фондовом рынке, в котором, там, я не эксперт, там тоже как бы есть очень как бы много тонкостей. И под каждый запрос нужно разбирать стратегию. То есть, в чем проблема рынка недвижимости базовых? Все торгуют прошлым, как мы с тобой обсуждали, там, все цены выросли, они там экстраполируют на будущее. Приходите к нам, мы вам подберем классную квартиру, вы заработаете. То, что транслирует себя на YouTube. Я про стратегию. Вообще, почему вы решили, что вам нужна недвижимость? Ты же пришел ко мне и говоришь, ведь я хочу сравнить ФЗшки с недвижимостью. И у меня есть семейная ипотека. Я говорю, о, классно, можно что-то придумать. Я походил, подумал, и мы типа с командой придумали, какой вариант, правильное тебе решение. Я являюсь экспертом на рынке. Да. И, соответственно, кто-то может сказать, опять-таки, что вот такая вот история о неравных условиях. Понятно, что ФЗ победят. Зачем этот эксперимент надо было проводить? Не факт. Как говорят, что условия, когда начинается этот эксперимент, они не совсем, ну, как бы, релевантны. Рынок недвижимости на хаях, рынок облигаций на низах. Если бы ты хотел сейчас сделать эксперимент, сделать битву недвижимости в С-облигации, что бы ты сделал, чтобы, я не знаю, на горизонте в 10 лет на основе твоей экспертизы, на основе твоих знаний в итоге победила недвижимость? Просто если говорить про себя, накипело, да? То есть про недвижимость сколько рассказываешь, там постоянный комментарий, это тот чувак, который в 2014 году говорил, что недвижимость упадет. В теории недвижимость невыгодный инструмент. Практика за последние 5 лет показала обратно. Если мы попробуем посмотреть на ближайшие 5 лет, мы не знаем, что будет. Но если бы я захотел выиграть облигации, я бы, наверное, выиграл бы их. Я бы пошел бы в максимально стрёмные районы Москвы, при этом которые довольно близко расположены к самой Москве. Ты опять смотришь на Москву, я просто комментарий сделаю, да? По России давай. По России. Все, супер. Я взял бы развивающиеся города России. Например, Хабаровск, Владивосток, Ростов, Архангельск, Мурманск. При этом смотрел бы, где государство, куда вкладывает деньги. Арктический регион, Дальневосточный. То есть там, где сейчас растут производства, там, где растет ВПК сейчас. То есть я все равно посмотрел бы, где есть точки роста. Точки роста это что? А, ВПК я услышал. Второе студия по городам это инфраструктура какая-то. В городе не хватает нового жилья. Люди зарабатывают деньги? Зарабатывают, да? Приходят ли новые молодежь из ближайших городов? Приходят. Что нужно молодежи и новым людям, которые приходят в город? Маленькое, малогабаритное жилье с хорошей инфраструктурой. Значит, это квартира студии. Открываем статистику ДомРФ по всей России. Квартира студии это 7% вообще строящихся жилья. Но при этом, как квартира студия, они сейчас их ограничивают, их там, и строительство. И в целом, квартиру студии, их вообще раньше до этого не было. Были минимум там 30-33 метра вот эти там хрущевки. Я бы пошел бы в малогабаритное жилье, потому что я называю квартиру студию это как акция. Какая-то очень дорогая, классная акция. И скорее всего, там, с отделкой посмотрел, потому что мало, как бы есть определенная экспертиза. Можно вообще посмотреть на федеральных застройщиков уровня ЛСР, ПИК. Условно, идет какой-нибудь там ПИК в Владивосток. Он же не просто так решил, что нужно в Владивостоке типа строить там, да? В Владивостоке в дальневосточную ипотеку по 2% можно купить квартиру. Она стоит 4 миллиона. Единственное, потом в течение 6 месяцев будет либо в ней прописаться, либо заспекулировать. Ее в течение 6 месяцев как получишь ключи. Именно как ключи. Что такое заспекулировать? Продать. То есть это к тому, что людям нужна льготная ипотека, пожалуйста, идите туда. Я бы взял квартиру студии и я бы смотрел, за счет чего этот актив в этом районе города определенно может как бы сильно вырасти. И скорее всего, примерно пришли бы с тобой к одному и тому же. Я думаю, что можем получить доход точно больше, чем там 10% годовых аренды. Я думаю, что в течение там 5-10 лет, ну и к 30-му году в целом, да? Вот к 30-му году я бы сделал бы X2 по стоимости там студии какой-то. Например, там квартира студия в Хабаровске, скорее всего, к 2030-му году будет стоить не 4 миллиона рублей, а 8 миллионов рублей. И скорее всего, ее арендный поток за там 5 лет там примерно издачи мы, соответственно, получим на уровне там еще 2 миллионов рублей. То есть 4 плюс 4 плюс 2, мы, соответственно, можем с 4 миллионов сделать 6. Скорее всего, это будет так, да? То есть за счет там определенных там разных как бы факторов, за счет инфляции, развития и прочих-прочих моментов. Сможем ли мы сильно перегнать ОФЗ? Мы не знаем. Может быть, ты как бы более правильно что-то купил в моменте, да? То есть вот как мы сравнивали там июнь и июль даже разница в цене в миллион была в объекте. У тебя здесь там чуть выше было. То есть мы можем быть с разницей в плюс-минус 20%, но вряд ли мы будем больше. Я спрогнозировал 6, ну типа окей, заработаю 3,5 или 4, и в целом я как человек буду рад. То есть я не смотрю как определенный доход в моменте. Спасибо большое за ответ. Я думаю, что у нас в любом случае не заканчивается у нас сотрудничество. Будем продолжать, будем информировать. Да, да, мы еще какой-то апдейт такой сделаем, да, покажем, как объект, как там мебелируется, как сдается с реальными цифрами, потому что сказок много. Ну то есть как бы, к сожалению, многие люди, то есть как бы недвижимость мой бизнес, но многие люди, общаясь со мной, принимают решение не покупать недвижимость, потому что она в определенный момент жизни, она им просто как бы не нужна. Но в целом, вот если человеку, у него вообще нету недвижимости, я бы задумался. То есть для того, чтобы добавить и, и, ну то есть как бы добавить просто точку определенной безопасности. У меня есть интервью с Ускаром Хартманом. Мне очень понравилась его метафора по поводу крана. Вот в некоторых случаях недвижимость или сильные активы, да, не знаю, сильные поля, на которых можно выращивать, и помидоры, и кабачки, и картошку, вот сильные активы, они помогают, ну чуть-чуть проще переживать разные стрессы и проще инвестировать в какие-то другие более рискованные инвестиционные проекты. То есть он как инвестор на венчурном рынке, да, и он для того, чтобы инвестировать на венчурном рынке, где высокая доходность, инвестирует на рынок недвижимости, да. Я свои деньги зарабатываю на бизнесе, не на инвестициях в недвижимость. Бизнес в России это высокорискованная история, назовем это так. И для того, чтобы мне было комфортней заниматься бизнесом, я инвестирую часть накопленных денег в недвижимость, потому что мне подходит, да. Но кому-то, например, не знаю, кто-то перед человеком, он скажет, да у меня там по наследству и там, и там квартиры есть, что-то там сдаются, как бы, то есть, можно сказать, ну, наверное, вам и не надо недвижимость. Надеюсь, что те, кто послушали нашу маленькую, короткую беседу, поймут пару правильных мыслей. Тебя спасибо. Спасибо, Вить. Ребят, оставляйте свои комментарии, что думаете по поводу итогового батла, ссылочку на то, что делаю лично я, что мы вместе делаем в покупке недвижимости и что покупаю в качестве облигации в описании к данному ролику непосредственно будет. Разместим ссылку на канал Виктора, если вы про недвижимость хотите получать. Виктор приглашает очень много людей, интересных спикеров, записывает интервью, тоже проходите, смотрите, я думаю, будет действительно полезно. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok